Продолжение следует... По данным Джон Чанга, также данные мутации занимают порядка 23% у пациентов. Мутация в генах репарации ДНК выше у метастатического рака предстательной железы. BRCA1, BRCA2 и ATM занимают 11% при локализованном раке предстательной железы. Справа на слайде представлена круговая диаграмма исследования, где была выборка 692 пациента с метастатическим раком предстательной железы, керминальной мутации. Наиболее часто из них было BRCA2 мутации 44%, ATM 13%, CHEC2 12%. Также очень хорошее исследование марка прошлогоднее. Наследственные соматические мутации в генах репарации ДНК рака предстательной железы. Они отобрали группу 944 пациента, провели секвенирование нового поколения на 22 гена, которые представлены на слайде, выявили у 152 пациентов 16,1% с мутациями наиболее частое BRCA2, также 11,4, ATM 5,8, MSH 2,5. Целью нашего исследования было определение частоты соматических мутаций данных генов. Российская популяция у пациентов метастатическим конструционно-рефракторным раком предстательной железы отобрали группу 113 пациентов, провели секвенирование нового поколения исключительно блоки 14 генов, которые представлены на слайде, и дальше статистическую обработку результатов провели. Результаты, представленные на слайде, выявили мутацию 27 пациентов 23,9%, наиболее частое ATM BRCA1, BRCA2, CDK12, CHECK2. ATM выявлялась наиболее частое мутация 22% из всех пациентов, у которых были выявлены данные мутации BRCA1,18% и 2% BRCA2, 14,8%. В связи с этим всем мы рекомендуем минимальное количество изучения генов, панель, которая рассматривается при определении мутации. Это вот 10 генов, которые представлены на данной диаграмме. Также рекомендации NCCN, самые последние, рекомендуют определение соматических мутаций BRCA1, BRCA2, ATM, PALP2, FANCA, RAD51D, CHECK2, CDK12. И есть определенные критерии по NCCN, которые строго следует соблюдать для определения конкретно герминальных мутаций. Также рекомендации AOR для определения соматических мутаций. И вот здесь рекомендуется к определению в России BRCA1, BRCA2, ATM и другие. И там дальше в комментариях указана панель из этих 14 генов, которые мы определяли в том числе. Это как тоже рекомендация в клинической практике. Выводы мутации в этих генах являются одним из ключевых механизмов развития рака предстательной железы. Выявление этих мутаций позволяет осуществлять более персоницированный подход в лечении пациентов, в частности, по следующим назначениям BARB-ингибиторов. И также идентификация наследственных мутаций является важным прогностическим фактором для родственников как для мужчин, так и для женщин, которые в дальнейшем могут применяться для генетического консультирования этих пациентов. И применение стратегии снижения риска с локачественных заболеваний. Благодарю за внимание. Буду рад ответить на вопросы. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Вопросы возникли у кого-то? Ваши, в принципе, исследования, все было сделано по типу исследований Профаунд. Да. Как вы оцениваете частоту встречаемости в БРСЕ-1, БРСЕ-2 мутации у вас и в зависимости от того исследования Профаунд? Чем вы объясните разницу в частоте выявления этих мутаций? Спасибо за вопрос. Объяснить эту частоту я, честно говоря, затрудняюсь. Просто вот у нас наиболее частые мутации, в отличие от тех приведенных исследований, которые я привел, ну и в частности Профаунд, это ATM. Ну и, собственно, второе и третье место – это БРСЕ-1, БРСЕ-2. Собственно, примерно такие же и результаты мы имеем. Как это объяснить, я не могу ответить. Там было больше пациентов с БРСЕ-2 мутацией. У вас получился очень высокий процент БРСЕ-1 мутации. Да, да. Как это объяснить, я не знаю. Видимо, это может быть связано с тем, что у них была гораздо больше выборка, чем у нас. У нас было лишь 113 пациентов. Может быть, это связано как-то с этим. Спасибо за вопрос.